И всем привет дорогие друзья! Вы на канале Дмитроза и мы сегодня будем продолжать играть в игру по названию Грэнни Чаптер Ту. Сегодня у нас будет прохождение на Найтмар Мод. Это у нас устрашающий такой мод, где по дому о Грэнни бегают маленькие паучочки, все такое красное, кровавое. Ну и мы сегодня будем проходить. Мы уже проходили через вертолет, мы уже проходили через лодку, ну а теперь у нас челлендж пройти через дверь на Найтмар Моде. Давайте же будем начинать. У нас марафон Грэнни. Кто еще не понял, у нас целую неделю я решил поиграть именно в Грэнни. Именно в Грэнни мы начинаем. Так, поехали, поехали, поехали смотреть. Опа, здесь у нас для вертолета, хорошо. Но нам нужно сбежать через дверь, тоже очень важная такая штукенция. Шумим два разочечка и прячемся. Ой, дед идет, ой, дед идет, ой, дед меня заметил. Надо было все-таки один раз нашуметь. Сейчас еще и бабка придет, я так думаю. Блин, это, конечно, очень-очень печально, да? Как бы это ни звучало, но это очень-очень печальненько. Сейчас мы их обдурим, я так думаю себе. И бежим, бежим наверх, искать электрошокер. И бежим, бежим наверх, искать электрошокер. Здесь у нас пусто, ничего нету. Зато, наверное, на кухне есть много-много паучков. Вот один тут спрятался. Электрошокер, ты здесь есть? Нет. Здесь у нас хеликоптер, хеликоптер, хеликоптер. Здесь у нас прямо по подушкам бегают. Смотри, нападают эти паучки. Я думаю, все-таки у внучка должен быть электрошокер. Давай-ка попробуем, попробуем его найти здесь. Чикс, и я его не вижу. Почему же? Почему же, почему же я не вижу наш любимый электрошокер? Где он тогда заныкан, вопрос? Где он тогда запрятан? Я пока что не очень понимаю. Окей, значит, внучка у нас там. Внучка у нас там. Здесь бабка, блин. Что-то я не подумал насчет этого. Хорошо, бросаю пока что здесь. И нам нужно найти электрошокер. Я себе подозреваю, что где-то вот здесь. Нет, здесь у нас свеча, значит. Тоже не то, блин. Она прямо здесь была, как скример. Офигеть. Значит, тоже мы что-то не посмотрели, не рассмотрели. Где же может быть электрошокер? У меня вопрос такой интересный. Где же он может быть? Мы ведь все уже смотрели. А может еще на кухне. Мы на кухне смотрели, а там возле микроволновки не было, по-моему. Но может быть в другой вот тумбочке. Сейчас мы это и проверим. Так, шумим этой штукой. Только один раз пока что. Так, и ждем-с. И ждем-с, и ждем-с, и ждем-с, и ждем-с. Лайки. Для меня это очень важно. Не знаю, бабка сейчас спустится? Да, спускается. Молодчага. А как она заметила меня? Как она меня заметила? Вопрос. Что-то они очень какие-то странные стали. Начали меня замечать. Это, наверное, паучок меня как-то спалил. Либо что, я не знаю. Так, здесь у нас, здесь у нас должен быть электрошокер. Я его вообще не вижу. Ну, где он может быть, ребята? Я сейчас вообще в шоке, в недоумении. Где прячется наш электрошокер? Зато мы нашли кое-что поинтереснее. Это даже, я бы сказал, намного интереснее штучка. Очень-очень такая интересная. Это у нас Weapon Key. А Weapon Key у нас открывает что? Правильно, он у нас открывает ружье. Да-да-да. Я тут немножечко вот думаю себе, как пройти. Поэтому в некоторых моментах я могу как-то запинаться. Ух ты. Ух ты, как близко. Если я на него наступлю, он начинает прыгать на меня. Ничего себе. Я их убить могу или нет? Я, конечно, не хочу на них тратить снаряды. Но мне бы хотелось посмотреть, что они из себя представляют. Эти паучки маленькие. Так, я пока что жду, ведь бабка может здесь поджидать. Поджидать, поджидать. Смотри, какой он буйный. Ты буйный паук. Ладно, давайте попробуем выбраться. Хотя что-то мне подсказывает, что это плохая идея. Нет. Нет, вроде как нормальная такая. Так, внучек там у нас дышит вовсю. Хорошо, идемте, значит, к внучку тогда. Я бы сейчас к нему пошел на улицу. Мне на улице больше всего нравится вырубать всех. Чикс. Чикс, чикс, чикс. Шумлю. И бабульчину зову. Я бы сейчас мог вырубить, конечно же, внучека. Но сначала нужно устранить бабку и деда. Это такое самое, самое главное, самое важное. Идет у нас, значит, бабульчина. Это первая. Откинулась. И дед сейчас должен пойти за ней. Откуда? Вот он уже идет. Я вижу его. Я вижу тебя, дедуля. Хорошо. Ой, как ты смачно отлетел, конечно. Очень смачно. Смотри, как там паучочек этот прыгает. А ты мне отдашь security key? Или нет? Или нет? А ну-ка, дед, переворачивайся. А то сейчас ты пропадешь и мне не дашь security key. Нет, все-таки дал. Добренький дед. И мы уже потихоньку начинаем наше прохождение. Желательно через дверь. Ну, как желательно. Мы сегодня точно пройдем через дверь. Это самое главное, что нам сегодня предстоит пройти. Так. У нас уже есть кусачки. Давайте я их как раз-таки применю. Так. Вот сюда. И я брошу их также вот-вот-вот-вот сюда. Что у нас в этой комнатке, я не знаю. Но давайте мы откроем для начала security key. Все. И посмотрим дальше, что у нас находится на кухне. Вот мне интересно. Так же. Ведь здесь может быть что-то полезное. Нет ничего. Хорошо, идемте. Откроем. Мы уже открыли. Почему? Дед, что ли, мне открыл? Погоди. Здесь было открыто. Вы это заметили? Офигеть, конечно. И внучка мы потом уже вырубим, я думаю. Хеликоптер. Здесь у нас, значит, инструкция от хеликоптера. Хорошо. Что у нас? Что у нас здесь имеется? Здесь у нас все пусто. Я бы еще дверьку открыл. И пошел, пошел. Почапал вот сюда. Паучок. Это door lock. Значит, у нас здесь тоже ненужная вещь. Здесь у нас ручка от двери. Так, давай-ка. Чикс, хорошо. И мы уже будем готовиться к возвращению наших стариков. Я бы сейчас перезарядил дробовик. Я бы сейчас очень хотел его перезарядить. Но нам придется подняться наверх. Ведь наверху у нас в основном снарядики все запрятаны. Хорошо. Идемте, идемте, идемте сюда. Так. И я бы еще посмотрел, что у нас находится за этой штукой. Интересной такой. Давайте отодвигаем коробки. И смотрим. А здесь у нас газолин ненужная нам штукенция. Хорошо. Я шумлю. Я пока что шумлю. Ждем пробуждения наших уважаемых старичков. И нам также нужно стрельнуть внучка. И нам нужно также стрельнуть в... Вот это вот, где на цепях. Давайте даже мы этим и займемся. Я думаю. Немножечко обманули бабку. Но ладно. Пусть она так уже и будет. А что у нас здесь? У нас же здесь также должно что-то заспавниться. Все для лодки, ребят. Все для лодки у нас в этом, значит, спавнится. Респавни. Прямо кнопочку у нас открывается. Ну и для вертолета слегонца. Да. Слегка. Так. Он зовет жрать бабульчину. Не знаю, успею ли я забрать щипцы. Надо было, правда, дробовик наверху оставить. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Так оно уже и есть. Ничего не поменяем. И думаю, у внучка, значит, будет лом. Я так себе подозреваю. И что? И мы скоро пройдем. И мы скоро пройдем. У нас есть пэдлок. Тоже важная штука. Тоже важная штука НС. Так. Чикс. Чикс. И вот сюда берем дробаж. Опа. Секьюрити кей нужен. То есть я закрыл, и я не применил еще секьюрити кей. Офигеть. Тогда мы сюда и не поднимемся уже. Ну, считайте так. Офигеть. Бабка вот идет. Но она как-то лагнула. Что с ней? Я ее как-то залагал, ребята. Она еще капкан такой поставила отвратительный. Я ее как-то залагал. Она думала, что я что-ли наверху или что. Ой, расколбас пошел по полной. Я не понял. Что это было? Вы поняли, что это было только что? Потому что я пока что в недоумении. Деда я не вижу. Это, наверное, более плохо, чем хорошо. Не знаю. Где ты, дед? Где ты, дед? Он что, глухой, что ли? Он реально глухой? А я секьюрити где отставил? Ребята! Опа! Я секьюрити где-то оставил. Не пойми где. И что придется? И что нам придется делать? Нам придется уже не открывать секьюрити. Вот такой вот баг, ребята. Вот такой вот баг я нашел в игре. Хорошо. Мы сейчас внучка вырубим по бырику. По бырику. И нам остается лом. Ну и все. И ручка, значит, какая-то там. Какая-то там. Для прохождения какая еще. Внучек, внучек ждет нас. Внучек, внучек дождался своей смерти, к сожалению. Так, лом. Не знаю, где именно у нас спавнится что-то интересное для лома. Но я все-таки надеюсь, что на втором этаже. Смотри, на там орет, плачет. Но что уже поделаешь? Что поделаешь? Он нам мешает. Он нехороший персонаж. Он у нас антагонист, так сказать. Откроем, значит, здесь. И пойдем вниз, я думаю. Так, открываем. Я надеюсь, что здесь у нас то, что нам нужно. Да. Это прекрасно. Это чудесно. Хорошо. Сбрасываем это вниз пока что. Вот сюда, я думаю. И идем за педлоком. Чтобы открыть уже, соответственно, сам замочек тот. Интересненький. Интересненький. Так. Погнали, ребятушки. Ребятушечки. Очень быстрое, кстати, прохождение у нас получилось, да. Респавн очень хороший, очень четенький. Да, и бабка сегодня не буянит, как всегда. Может, чуть-чуть только. Чуть-чуточку. Так, что-то мы уже долго-долго бегаем. Поэтому нам нужно ускоряться и проходить игру. Поехали. Так, это не бабка. Я думал, там бабка заспавнилась. Это столб обычный. Не боись. Не боись. Все хорошо. И, ребят, мы проходим. Это у нас третья концовочка на Nightmare. Нажимаем на ручку. И за 12 минут 39, даже за 12 минут 40, очень хорошо мы прошли Nightmare Mode. Вот так вот выглядит дом Nightmare. Машина у нас не изменилась. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Это был марафон Грэйни. Мы прошли на 3 концовки на Nightmare Mode через Grand Chapter 2. Всем удачи. Всем пока-пока.